Не подействовала, Мэйсон. Может, ты продолжишь? Что не подействовала? Страстная речь, которую произнесла твоя «Не знаю, кто на тебе». Какой монолог произнесла Виктория Лейн в твою защиту? Зря старалась. Здесь была Виктория? Ты же сам ее сюда послал. Ничего подобного. Наверное, ты подумал, что я не стану слушать твои оправдания. Но ты ошибаешься. Одну вещь я все-таки хотел бы знать. Как тебе удается вызвать такую беспредельную преданность к себе у тех, с кем ты едва знаком? Отец, хочешь верь, хочешь нет, но я понятия не имел, что здесь была Виктория. Надо же, после такого адвоката ты еще приехал с отпущением грехов. У меня есть информация о Келли, которую тебе нужно знать. Оставь ее при себе. У Келли достаточно неприятности, отчасти из-за тебя. Я выгнул Тиммонса со всеми его бандами отсюда и на том стою. Это дымовая завеса, отец. Что? Он хочет застать тебя врасплох. Он следит за домом и даже готов блокировать его. Он решил схватить Келли, как только она свяжется с родными. Мне об этом сказал мой человек из прокуратуры. Черт. Я должен был догадаться. Он получил разрешение на обыски, на подслушивание. Нашло угодно только бы поймать Келли, как только она приедет домой. Келли, тебе надо знать об этом. Да, надо. И надеюсь, мы с этим тоже справимся. Крадено. О чем разговор, отец? Нет проблем. Крадено, пока все не проверим. А на это пока не было времени. Если обнаружите, что что-то пропало, немедленно сообщите нам. Спасибо. И спасибо, что так быстро приехали. Ну что вы, это моя работа. До свидания, мистер Капул. Спасибо. Ты не считаешь, что я слишком все драматизирую? Не говори глупостей. Ты приходишь домой и видишь, что все перевернуто вверх дном. Не понимаю, зачем сюда вломились, если не взяли ничего ценного. Или искали что-то другое. Что же? Не знаю. Ничего такого у меня нет. Если не считать вот этих бумаг. Что-нибудь пропало? Я не могу ни к чему притронуться. Мне просто противно. Успокойся, не думай об этом. Все пройдет. Сейчас ты слишком возбуждена. Я была бы еще больше возбуждена, если бы ты сразу не приехал. Но я же должен отблагодарить тебя. За что? Отец сказал, что ты очень энергично меня защищала. Я надеялась, что это останется между нами. Все равно, спасибо тебе. Я всего лишь сказала правду. Почему он совсем тебя не понимает? Откуда ты знаешь? Мы ведь с ним знакомы гораздо дольше, чем с тобой. Ну и что? Я не жалуюсь. Просто не привык, чтобы меня защищали. Но мне это нравится. Мне очень хотелось ему все высказать. К тому же он это заслужил. Надеюсь, у тебя не будет неприятностей. Этого не бойся. Даже во времена перемирий мы с отцом все время балансируем на грани тотальной войны. Это основа наших отношений. Похоже, у тебя было ужасное детство. Не хочу утомлять тебя своими проблемами. Я приглашаю тебя поужинать. Сейчас? Нет, завтра. Ты великолепна. За соседним столиком будут потрясены. Я взяла на себя смелость заказать нам столик, который стоит отдельно. Ты не против? Да нет. Я просто подумал, что тебе нужна смена декораций. То, что ты здесь, уже смена декораций. Хочешь вина? Садись. Это просто прекрасно. Прекрасно. Белое вино. Может, хочешь красного? Нет, нет. Выпью этого. Хорошо. Извини, я как-то нарушила твои планы. Да нет. Нет, просто... Что? Я уже не припомню, когда мне готовили ужин. Какой ты старый. Да. Чудесная музыка. Тебе нравится? Хочется танцевать. Можно вас пригласить? Ты меня приглашаешь? Да, приглашаю. А что в этом удивительного? Ничего. Только я уже тоже не помню, когда меня приглашали танцевать. Значит, ты тоже не молодая. Великолепно. Я это говорю не из вежливости. Спасибо. Напоминает то твое знаменитое печенье. Как ты его называла? Ореховое чудо. Хорошо бы его нам сейчас на десерт. Спасибо. Мне не нужен десерт. А вина не хочешь? Я надираюсь строго по квоте. Стараюсь сделать это в полнолунии. И никогда не напиваюсь дважды в присутствии одного и того же человека. Ты уже однажды это видел, а второй раз будет тебе неинтересно. Ты, кажется, считаешь, что очень плохо себя вел. Но это не так. У тебя был небольшой срыв, но ты возьмешь себя в руки. Откроешь собственную юридическую контору и все будет хорошо. Да. Ты же не собираешься бросать юриспруденцию? Но ты же бросила сцену. Не навсегда. Совсем бросить сцену я не смогу. Это то немногое, что я умею делать хорошо. Ты умеешь не только это, Виктория. Ты здорово восстанавливаешь в человеке веру в свои силы. Правда? Этому я научилась у тебя, когда я лежала в больнице. Что? Счет из больницы. Утром он лежал здесь. Я искала страховые документы и видела его. А теперь его нет? Нет. Куда он мог деться? Кому он понадобился? КОНЕЦ КОНЕЦ